Всем привет! В последнее время широкое распространение получают бесколлекторные двигатели. Куда их только не ставят. Электровелосипеды, электромотоциклы, приводы вентиляторов, авиамодели. В бытовой технике тоже идет замена асинхронных моторов на бесколлекторные. Если холодильник, кондиционер или стиральная машина инвентарная, то наверняка там стоит такой электродвигатель. Аккумуляторный инструмент тоже переходит на такие моторы, да и сам я решил себе сделать такой. Это уже четвертая серия, первых три были про изготовление. В этом ролике я хочу рассказать об основных характеристиках таких моторов и как они зависят друг от друга на примере моего мотора. Тут есть свои нюансы. Например, вы когда выбираете мотор на Алиэкспресс, то продавцы обычно указывают максимальные параметры по КПД и мощности по отдельности. Иногда еще пишут максимальную продажительную мощность и вы читаете, например, мощность 1 кВт, КПД 90%. Пойдет. Надо брать. Но вообще-то на максимальной мощности КПД не превышает 50%. То есть на валу будет 500 Вт, остальные 500 Вт будут греть обмотки. То же и по рабочему напряжению. Если электродвигатель этот 1 кВт выдаст при напряжении 48 В, то при 24 В это будет гораздо меньше. Сейчас все расскажу с помощью всего нескольких графиков и парочки формул. Основные характеристики это крутящий момент, мощность и КПД. Представим, что мы подали на электродвигатель полное напряжение. Он быстро раскрутился до оборотов холостого хода и будет потреблять минимальный ток. При вращении двигатель вырабатывает свою противоадес, которая вычитается из рабочего напряжения. Хотя сопротивление обмоток маленькое, но и суммарное напряжение на них маленькое. И по закону Ома ток тоже будет маленький. Сейчас ток создает крутящий момент, чтобы компенсировать потери двигателя. А теперь представим, что мы начинаем нагружать двигатель. Немножко. Можно сказать притормажить его чем-нибудь. Естественно обороты начнут падать. Противоадея суменьшается и ток через обмотки мотора растет. Кто смотрел первое видео, тот знает, что сила тока у нас отвечает за крутящий момент. Ток и момент увеличиваются, пока не компенсирует нагрузку. Чем больше мы нагружаем и тормозим двигатель, тем больше он сопротивляется. Тем больше мощности потребляет и тем меньше у него оборотов. Так что график крутящего момента можно построить сразу. На холостых оборотах у нас момент нулевой. А когда мы полностью затормозили двигатель, момент и ток через него максимальный. Можно провести линию. Теперь построим таблицу мощности для моего электродвигателя. Мощность, которую потребляет мотор, равна произведению напряжения источника питания на ток. Напряжение у нас 50 вольт. Основные потери в электродвигателе происходят в меди. Есть еще потери в железе, но они небольшие и мы их для простоты расчета учитывать не будем. Тепловую мощность, которая выделяется в обмотках, считаем по формуле. Ток, проходящий через двигатель в квадрате, умноженный на сопротивление обмотки. У моего двигателя сопротивление 2,9 Ом. Это много. Мощный двигатель имеет сопротивление в несколько сотых Ом. В общем, раскрутили мы мотор до холостых оборотов. Полезной работы при этом не производится. Мощность на валу равна нулю. Потребляемая мощность расходуется на преодоление трения в подшипниках, трения ротора воздуха, а также магнитных и электрических потерь. КПД равен нулю. И вот мы немного тормозим ротор. До тех пор, пока ток через двигатель не будет равен 1 А. Обороты немного упадут. Потребляемая мощность равна 50 В, умножить на 1 А, 50 Вт. При этом на обмотках выделится 1 в квадрате умножить на 2,9 Ом, равно 2,9 Вт. Потребляем 50 В, 2,9 Вт, потеряно нагрев обмоток. Тогда мощность на валу у нас 47,1 Вт, а КПД у нас 47,1 делить на 50 и умножить на 100%. Получается 94,2%. Нагрузим вал больше. Обороты еще меньше станут и ток увеличится, например, до 2 А. Расчеты те же. Потребляем 100 Вт, из них потери на нагрев 11,6 Вт, мощность на валу 88, КПД 88,4%. Грузим дальше. Ток 3 А, потребляемая мощность 150 Вт, потери 26,1 Вт. На валу 123,9 Вт, а КПД 82,6%. Тенденция уже вырисовывается. С ростом мощности потери растут быстрее и из-за этого КПД снижается. Добавим еще несколько строчек. Видно, что в какой-то момент мощность на валу становится максимальной и дальше с ростом тока мощность на валу наоборот уменьшается. Для моего двигателя это ток в 9 А. Причем видно, что разница между 8 и 9 А в потребляемой мощности 50 Вт, а по полезной мощности на валу прибавка всего 1 Вт. И дальше, несмотря на то, что входная мощность увеличивается, мощность на валу уменьшается. И происходит это на оборотах примерно половина от холостых, то есть для моего мотора 6000. График мощности от оборотов будет выглядеть вот так. Красная линия, потребляемая мощность. Черная, мощность на валу. КПД зеленая. Слева от середины значение КПД меньше 50%. И чем больше мощности мы вкачиваем мотор, тем меньше получаем полезной мощности на валу. Хотя крутящий момент растет. Применительно к электротранспорту это происходит при разгоне и езде в крутую горку. Так что если услышите что-то типа у меня мотор-колесо на 1 кВт, а я туда вкачиваю 3 кВт, то вы уже будете понимать, что из 3 кВт 2,5 кВт, то и больше идет просто на нагрев обмоток. Зато слева от середины значения КПД большие. Максимальный КПД у электродвигателя будет на оборотах 70-80% от оборотов холостого хода. И мощности 30-40% от максимальной. На максимальной мощности КПД будет 50%. Это касается не только моего двигателя, но и любого другого с постоянными магнитами, в том числе и коллекторных. Теперь что получается по моему двигателю. Ток при полной остановке двигателя около 17 А. Конечно можно опустить его в воду, поставить на него большой винт, который сильно нагрузит двигатель, чтобы ток через него был 15 А. Двигатель будет крутиться и ваттметр покажет 750 Ватт потребляемой мощности. Главное через пару секунд успеть отключить, пока двигатель не сгорел. И можно сказать, вот у меня двигатель 750 Ватт. Правда на валу там будет 100 Ватт и КПД 13%. Такая вот подмена понятий. А так максимальная мощность на валу моего мотора будет не больше 215 Ватт при потреблении 400-450 Ватт. Но при этом половина тепла выделится в обмотках. И хотя двигатель будет находиться в воде, я думаю 200 Ватт тепла его перегреют и он сгорит. А вот при потреблении 200 Ватт на валу будет 150 Ватт и 50 Ватт скорее всего не перегреет двигатель. Так что честных 200 Ватт можно считать за номинальную мощность этого двигателя, на которой он сможет работать неограниченно долго. Для первого прототипа пойдет. Вроде и немного, но примерно такую же мощность развивает, например, велосипедист на скорости в 30 км в час. Возможности для повышения мощности есть. Например, проточить ротор, магниты занизить и наклеить сверху еще такие же. Тогда обороты мотора станут меньше и можно будет перемотать обмотки, либо перекоммутировать их со звезды на треугольник. Мощность должна возрасти раза в полтора. Если уж совсем радикально, то можно перемоткой поднять обороты 1000 до 25 и поставить планетарный редуктор, чтобы понизить обороты до вменяемых. Но придется переделать не только ротор, но и боковые крышки под подшипники меньшего размера. Те, что сейчас стоят, больше 18 тысяч нельзя давать. В любом случае, нужно ждать, пока придет контроллер и экспериментировать. А может и так оставлю. Просто уплотнение и винт сделаю. Для обойдарки такой мощности хватит. Судя по просмотрам, особо интереса такие ролики не вызывают. Еле до 1000 набираются на каждой серии. Проще какой-то болт на ЧПУ вырезать, главное, чтобы стружка летела подальше в разные стороны. Я после электродвигателя планировал сделать такую же серию роликов, только про маленький самодельный турборетинный двигатель. Можно попробовать сделать. В принципе, я и крыльчатки могу самодельные вырезать. Но, видимо, пока еще рановато. Так что, следующие несколько роликов будут одиночные и на разные темы. С вас лайки и комментарии. Комментарии можно любые. Я, например, если не знаю, что писать, просто кучу смайликов в комментарии оставляю. На этом у меня сегодня все. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok